Жаркая погода, свежий воздух, витамины в ягодах, фруктах и овощах. Лето – это всегда отличное самочувствие, бодрость духа и, конечно, запас здоровья на весь будущий год. Однако свои коррективы в самое счастливое время года могут внести кишечные расстройства. Сегодня немало желающих пожить в комфортных и сытных условиях нашего организма, например, глистов и гельминтов. Не стоит недооценивать непрошенных квартирантов. Они могут причинить нашему организму серьезный ущерб здоровью. Наиболее беззащитны перед паразитами дети, поэтому родители просто обязаны быть дважды бдительными и внимательно относиться к своему ребенку. Проблема глистных инвазий очень актуальна. Особенно большой процент заболеваемости среди детей до 14 лет составляет до 85%. Глистные инвазии – это заболевания как человека, так и животных, и растений, которые вызываются глистами. Детки очень активны, играют, контактируют друг с другом, то есть часто в песочнице, в земле, с животными. То есть это основные пути заражения. Симптоматика разная, но в основном это боли в животе, тошнота, может быть сыпь. Для остриц, как самая распространенная из патологии, характерен периональный ночной зуд. Для того, чтобы избежать незваных гостей в организме, необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены. Строго следить за сроками хранения и приготовления продуктов питания, особенно в жаркие летние дни. Лето – благоприятная среда для размножения и попадания в организм гельминтов. Питаясь несвежими продуктами, отправляясь в путешествия, даже банально забывая помыть руки перед едой, мы рискуем заработать кишечное расстройство. В летний период, да, потому что дети больше находятся на улице, особенно дети до трех, до шести лет, дошкольный возраст, потому что имеет место быть досуг в песочницах, на качелях и так далее, тому подобное. А в школах, да, потому что грызут карандаши, грызут ручки, грызут ногти, поэтому, конечно, да, имеет место быть. А создать такие условия, чтобы ребенок жил в каком-нибудь стерильном вакууме, это, ну, сами понимаете, невозможно, нереально. Если соблюдать такие простые, но при этом такие важные правила, то детство у мальчишек и девчонок будет проходить без визита к врачу и запомниться яркими моментами и положительными впечатлениями.